Частичная мобилизация в Российской Федерации длится уже почти месяц. Однако, несмотря на это, вопросов среди населения меньше не стало. Напротив, с каждым днем их становится все больше. Это связано с огромным потоком информации. Определить, что из запубликованного правду, а что нет, неосведомленному гражданину сложно. Так и родились на просторах сети интернет целые подборки рекомендаций для тех, кому пришла повестка. Большая часть из них говорит о том, что ответственность за неявку в военкомат минимальная. Другая, что она и вовсе отсутствует. Интерес граждан вызывает и вопрос о том, кто вправе обручать повестки, а кто нет. По словам экспертов, два основных канала получения – работодатель и военкомат. Однако и тут все не так просто. Проигнорировать повестку вряд ли получится. Особенно, если представители органов пришли вручить ее лично. Вообще, многие военкоматы идут на уловки определенные. Ну, это даже не уловки, наверное, а веяние времени и готовность исполнить указ президента добросовестно. То есть, хитрят немножко. Привлекают правоохранительные органы, в частности, полицию, Росгвардию, и пытаются достучаться до будущих мобилизованных граждан путем проведения, как их называют в интернете, облавы. Хотя, на самом деле, это не так. Это никакие не облавы, это просто попытка выполнить указ президента. Не совсем это нарушение закона, скажу так. Если сотрудник военкомата присутствует при вручении повестки правоохранительными органами, то фактически я почти уверен, что есть какой-то совместный приказ между Минобороны и Министерством внутренних дел, который регламентирует создание таких вот рабочих межведомственных групп. Недоверие граждан к звонкам на горячей линии можно понять. В наше время гораздо проще обратиться к поисковой строке. Однако, насколько найденная информация будет верна, большой вопрос. С начала частичной мобилизации прошел практически месяц. За это время на официальном портале «Объясняем.РФ» накопился банк ответов на самые часто задаваемые вопросы, к которому граждане могут обратиться в любой момент. Маргарита Михайлова, Универньюс.